друзья всем привет вы на канале делай то делай это и с вами ким сегодня мы поговорим о новинке который произошла 14 февраля в день всех влюбленных это бактерии кстати всех поздравляю с данным праздником в этот день есть событие сюрприз роза нужно собрать розы и получить за это призы призы разнообразные мы видим можно их выбрать и когда собираешься букеты можно получить данные призы но с каждым букетом расход вишни увеличивается вишню можно получить за выполнение по активности очки получить из-за этого получаете вишню либо приобрести ее наборах вот такое событие сейчас идет и самое главное меня интересует это грибы которые у нас появились в мутации колония давайте заглянем я немножко выждал момент чтобы разобраться в этом как они работают ситуация такая значит постепенно нужно открывать уровне грибов и тем самым допустим вот это нити видные колонии которые это самые основные чтобы нам открыть дальше вот этот значит закрытый элемент это когда нити видные колония достигнут шестого уровня тогда откроется вторая возможность грибов их четыре вида мы видим водорослевые нити видные две нити видные водорослевые и яйцевидные вот такие наборы значит и в каждой из них есть еще под уровне это вот такие нити видные мы видим можно зайти в них они дают свои бонусы каждый из них на защиту спец муравьев на атаку на здоровье и так далее здесь также вот мы видим прорыв грибов который приобретается с помощью эссенции жизни можно увеличить боевую скорость муравьев солдат мы видим то что на первом уровне плюс 30 будет очень круто поэтому мы уже в предыдущих выпусках говорили о том что это важный элемент эссенции жизни который нужно добывать так иллюстрации грибов вот в таком виде она есть значит это на максимальных уровнях мы видим прибавку значит процентном соотношении по каждой позиции дальше идут водорослевые яйцевидные мешковидные колонии после нити видных вот достаточно такое разнообразное веселье предстоит пройти что самое главное здесь плюс в том что их можно добыть с помощью кристаллов в магазине шахты то есть как мы знаем в шахте мы можем эти кристаллы добыть с помощью выбить какого-то оккупанта и собрать с него кристаллы плюс потом общий сбор произвести вот у меня были тут отчеты затрону моменте такой поинтересовать в пвп сейчас очень сильно идет такая расстановка вот топовая из значит жука зубчатого бамбукового и джека и вот посмотрите вот у меня там девятый стоят после войны у нас серверов сейчас в лечебке поэтому поставил время 9 и вот как он выбивает вот мне понравился вот этот бой игрок минок атаковал меня значит патамоном во главе панда муравей с двумя звездами а так с одной звездой и керенгский муравей прыгун с тремя звездами представляете да то есть они на максимум прокачены все девятого левла усиленные муравей были и тут получается что я его побеждаю все из-за чего потому что бамбуку и видите навыкам отработал 10 раз и зубчатый тоже четыре раза поэтому я так понял он их деморализовал вот полностью практически его натрак столько с одним навыком с использованным поэтому такое в пвп у нас расстановочка интересная по характеристикам давайте посмотрим насколько атакующий превосходил меня видите по атаке у него прямо что 30 процентов в эволюции тут прям показатель такие мощные также защиты обходит меня вот единственный только вот по скорости дикого существа я обошел его и по общей скорости значит в эволюции значит и здоровье здоровье да это немаловажный фактор 152 процента 124 и это позволило мне победить и данного игрока в восьми раундах что же приятное такое значение тут я выбил игрока одного да и есть конечно и поражение если похожие связки муравьев спец муравьев нападает так вот что касается мутации давайте вернемся к этому к этому моменту вот размножение где мы его можем приобрести получить материалы получить материал можем в магазине магазины я как говорил то есть он магазин шахты мы получаем кристаллы вот мы видим то что если у вас есть доступны чудесные кристаллы можно приобрести определенное количество здесь в магазине вот мы с вами их приобретаем давайте по максимуму что мы можем возьмем так больше нас нету вот я еще не успеваю добрать теперь остальные тут либо это либо это либо очень надо выходить на восьмой уровень уже пласты и добывать более количество больше кристаллов так теперь мы что мы можем сделать да немного нам не хватает но смысл какой видите здесь вот в этом месте показан процент успешного размножения вот мне нужно вот этих значит гифы 45 штук набрать вот при наборе 45 5 штук если я нажму на размножение только с вероятностью 50 процентов сработает увеличение уровня значит а нити видной колонии представляете да если он также это такое ощущение как будто вы скрещиваете дикое существо низшего уровня где там вот 50 или 45 процентов вероятность что вы уровнем повысить его вот здесь точно такая же схема правда есть один нюанс это когда вы если проигрываете нажимаете на гифы на размножение и не удается вам увеличить нити видную колонию то вот этот видите процент такой зелененький он начинает расти там прибавляет там около 5 процентов за неудачную попытку возможно то что это будет от количества гифов чем выше тем если неудачная попытка тем больше он будет в процентном соотношении прибавлять и тем больше вероятности будет то что вы все-таки увеличите уровень своей нити видной колонии ну вот сегодня мне удалось ее поднять до третьего уровня я значит первый раз значит не повезло остальные два раза вот повезло то есть третий уровень я получил дальше после того как мы их получили мы пошли увеличивать уровень и вот этих значит грибов видите нити видные грибы гиппокрейные я второго уровня поднял я стараюсь поднимать все равномерно давайте биоген подымем гиграфора до второго уровня вот мы подняли воду второго уровня видите по проценты прибавились следующим повышением уровня получаем вот зелененьким видно какие дальнейшие проценты следующий вот четвертый значит нити видные склеротиния первого уровня но я так думаю нам не хватит немножко до второго уровня давайте мы и повысим вот немножко не хватило и 750 590 закрыли только по уровню поэтому не дотягиваем но не страшно самое главное то что мы эти значит элементы можем все приобрести как я уже ранее говорил в магазине магазине кристальной пещеры вот это за 100 сколько вы добыли кристаллов столько вы купили соответственно и потратили также получить через события дуэль спец муравьев это у нас в пещере давайте зайдем в мутацию значит мутация а нет секунду так подземная пещера вызов подземной пещере вот видите вызов гриба здесь можно вот грибы получать за счет победы над жуком оленям вот видите у меня уже третий уровень давайте попробуем адековать не получается да по побить его получить то есть третий уровень получить и попробовать биться с четвертым уровнем ну вот не дает то есть немножко мы увеличили характеристики помогло первый раз ну все теперь надо увеличивать по новые мы видим то что можно купить это все за денежку ну и соответственно за это за вызов гриба дается определенные награды мы можем посмотреть мои атрибуты которые уже выдается боевая сила в действии атака стрелка защита здоровья мы это все видим в большей степени сейчас атак муравьев охранников и в меньшей степени стрелков и это по здоровью до атака в большей степени преобладает вот в принципе такие моменты я обрисовала что еще из новинок появилась у нас давайте так пробежимся посмотрим у нас в альянсе мы видим то что посмотреть инфу альянса теперь можно вас правом уголку вот здесь вот перевести на тот язык для иностранцев чтобы было понятно удобные функции потому что раньше этого не было и было невозможно это сделать поэтому были проблемы с с переводом у иностранных игроков так на введение мы здесь мы посмотрели какие еще у нас новшества такие заметные произошли это в нас в эволюции в эволюции появилась ветка средний бой мы видим ее вот здесь в правом верхнем углу как я и говорил в предыдущем видео о том что средний бой будет влиять на разные характеристики ваших отрядов то есть они влияют на в комплекс когда солдаты бьются все в одной ветке там одни допустим охранники одни стрелки и носители значит дает определенный бонус также мы видим то что нужно флора определенная для прокачки я просмотрел значит боевая решимость получается еще прокачивается без значит костей диких существ значит совместная защита стрелковых охранников и носителей без останков и начинается останки у нас от сранга у крушителя вот смотрите с этого момента вот с этого момента пойдет значит прокачка уже с помощью останков животных и мы видим первые прокачка просит 600 останков животных ну и также мастер боя так на первых этапах он вот видите чем ниже тем больше он просит и в конце это мастер боя до 840 наверное в топом исполнение будет в районе там 20 с лишним тысяч я так полагаю как в принципе и везде что еще могу сказать в принципе по эволюции больше ничего не появилось у нас все также как и было в принципе вот такие новшества нас порадовали сегодня на день всех влюбленных я еще раз поздравляю всех влюбленные пары всем счастья любви здоровья благополучия ну а на этом я подведу итоги всем спасибо что вы смотрите подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчики чтобы не пропустить следующее видео комментируйте обязательно высказывайте свое мнение с вами был ким на канале делай то делай это и всем до скорого пока